добрый день дорогие коллеги очень рад всех вас видеть хотя бы в онлайн формате вот мой доклад посвящен кочевым империям евразии которые по сути дела в известной степени предвосхищали российскую государственность и я постараюсь это показать в динамике мир системных процессов в самом широком смысле степная евразия может быть разделена на три части западная часть это степи восточной европы где кочевники жили бок о бок с земледельцами но занимали разные экологические зоны здесь возникали различные конфедерации такие как вот печенежская так сказать половецкая определенные формы государственности как хазарский каганат ну и была такая мощная империя как золотая орда другой регион условно его можно назвать средняя азия здесь кочевники проживали бок о бок с земледельцами у них была длительная достаточно история взаимодействий и возникали различные симбиотические формы политического устройства начиная от различных симбиозных государств и заканчивая импероподобными образованиями такими как государство си ляо западная ляо и наконец третья часть которую называют в русской традиции центральной азии ну а в англосаксонской ее принято называть внутренней азии там были большие пространства и кочевники были отделены от земледельцев пустыни гоби именно здесь возникали самые большие империи кочевников и именно они сыграли самую важную роль в истории евразии на этом слайде вы видите черты кочевых империй классические так сказать шесть черт это племенной характер различных уровней иерархии дуальная или триадная административная структура военный иерархический характер общественной организации чаще всего по так называемой десятичной системе особая система инфраструктуры ямская служба специфическая система наследования власти ну и особый характер отношений с земледельцами я на этом не буду останавливаться в общем то это все прописано в моих работах вот на этом слайде вы видите предпосылки создания кочевых империй их было много они были разные но хочу сказать что вот два фактора работали всегда это определенная роль религии и личностный фактор наличие какого-то обязательно лидера который объединял кочевников существовали четыре различных варианта создания кочевых империй это посредством интеграции кочевников второй вариант это когда так называемая теория окраинного преимущества когда кочевники находясь с краю от уже существовавшей мощной империи завоевывали ее и на ее месте создавали свою третье это когда большие империи сегментировались на отдельной части у нас два таких случаях известно когда разделился тюркский каганат ну и потом когда монгольская империя разделилась на различные улусы ну и четвертый вариант когда кочевники завоевывали соответственно земледельцев и создавали такое симбиотическое государство выделяется три классических типа кочевых империй а первый когда соответственно они дистанционно эксплуатировали земледельческие общества получая от них подарки и другие нужные продукты второй вариант это так называемые данические империи ну и третий завоевательные и на этом слайде представлены различные варианты того как кочевники взаимодействовали с земледельцами и как развивались формы урбанизации я тоже не буду на этом особенно долго останавливаться это в общем то все опубликовано в моих работах теперь переходим к мир системному подходу и то какое место занимали в мир системной динамике кочевники ну известно что мир системный подход был сформулирован эммануилом валерстайном соответственно он предполагал деление на три части мира центр ядро и периферия вот центр эксплуатирует периферию этот процесс так сказать динамически одни государства развиваются вверх другие падают вниз все идет так сказать циклически и вот чтобы ну опять же я тоже не буду про это долго говорить в общем то книги валерстайна переведены на русский язык и в общем то все понятно вот для иллюстрации просто два слайда это мир системы в четырнадцатом году коричневым цветом обозначены страны периферии красным полупериферия так называемая и соответственно зеленым периферия а вот карта уже на наши дни 2018 год розоватый такой это вот ядро желтый так называемая полупериферия и соответственно зеленым цветом периферия вот по-моему этот слайд прекрасно иллюстрирует суть нынешнего противостояния это не противостояние россии и украины не россии так сказать и европа а фактически это противостояние так называемой полупериферии второго мира против мир системного капиталистического ядра я бы его назвал в известном смысле бунтом полупериферии против сложившегося мирового порядка но это отдельная тема она выходит за рамки нашего исследования валерстайн считал что мир система появляется только с возникновением капитализма 89 году Жанетта Булухат написала потрясающую книгу где она показала что мир как единое пространство складывается в 13 веке фактически некий предвестник глобализации были те события которые существовали созданием монгольской империи вот этот слайд показывает единое так сказать ядра вернее ядра мир системы 13 века объединенной вот этой большой полосой это мир так сказать кочевников монгольский мир в единое пространство андре гундер франк другой претендент на создание мир системной теории он вместе со своими учениками выделил несколько различных циклов которые существовали в истории мир системы я не буду их вот пересказывать они здесь указаны но важно что валерстайн уловил что данные процессы существовали еще и в более раннее время а не только со сложением монгольской империи в последствии эти идеи были переформулированы немножко крисом чизданом и томом холлом в их замечательной книжке вот 97 года рост и упадок межсистемной динамики там они подобрали мощную статистику которая показала что процессы роста так сказать цивилизации запада и цивилизации востока примерно соответствовали друг другу так же как и процессы упадка и это было в общем то подтверждением того что мир связан с собой какими то невидимыми едиными связями это было задолго до появления капитализма вот это вот красивая картинка из их книги значит сверху вниз идет временная шкала соответственно эти два условно таких зая подобных фигурки слева это центральная так называемый мир система это западная Евразия там начинается все в Месопотамии в Египте потом она постепенно расширяется вот эти волны это циклический упадок вернее циклы подъема и упадка ну а соответственно с востока желтая и синяя в центре это соответственно восточно-азиатская часть мир системы это Китай Индия и вот вы видите такой прорыв сильный на запад связанный с ростом монгольской империи то есть все это говорит о том что мир был связан и гораздо раньше 16 века в чем ошибся Валерстайн Валерстайн ошибся в том что он все начинал с капитализма на самом деле вот сети массовых товаров они в общем то функционировали и гораздо раньше и в общем то это сейчас хорошо известно и подтверждается историками и археологами а кроме того функционирование мир системной динамики очень важную роль играли сети престижных товаров и так называемые информационные сети здесь вот на слайде вы видите некую такую условную модель и вот две самые широкие линии которые связывают различные так сказать общество между собой это как раз вот информация и сети престижных товаров и еще одна очень важная деталь это карта справа вот зеленым цветом обозначены степи в Великой Евразии и как раз степи являлись тем самым коридором тем местом транзита по которым происходил обмен информацией и осуществлялось распространение престижных товаров я не буду много говорить про престижные товары покажу только вот две в общем то известные хорошо археологам картинки слева это римская стеклянная чашечка это первый век видимо до нашей эры из хумского могильника голмот в центре Монголии вот она путешествовала несколько тысяч километров из Италии на территорию Монголии второе это античное украшение тоже откуда-то из бактерийского мира вероятно пришедшее в Нойнулу это северная Монголия недалеко от границы с Российской Федерацией всем хорошо известные Нойнулинские курганы которые раскапывались в том числе экспедиции Козлова в 25 году самый яркий пример того как вот информационные сети поменяли мир он в общем то известен всем так сказать со школьных учебников когда Монгольская империя была создана идея так сказать огнестрельного оружия компас книгопечатание попали из Китая через посредство монголов в Европу и это перевернуло в общем то всю человеческую цивилизацию но подобные процессы существовали и ранее мы знаем что очень быстро распространились колесницы вот здесь слайд в общем то показывающий как они распространились буквально за несколько столетий то же самое было с железной революцией когда была изобретена черная металлургия распространение алфавита так называемое осевое время и появление религий ну и наконец распространение стремян и тяжелой кавалерии вот здесь вы видите слайд который показывает то как увеличивались размеры древних и средневековых империй и вот очень хорошо этот подъем коррелируется с тем временем когда появилась тяжелая кавалерия и с той ролью которую как раз в этом сыграли кочевники это очень серьезная база данных США там очень мощные отобранные данные со всего мира и ей в общем то можно верить а здесь вы видите то как кавалерия тяжелая распространялась по миру и вот вы видите вот эти коричневые участки это самые так сказать ранние места появления кавалерии они так или иначе связаны со степным миром и это как раз говорит о том собственно какую роль в распространении военных технологий сыграли кочевники в древности и в средние вековья если говорить о монгольском времени это просто было время без прецедентных обменов лапша из Китая попала на ближний восток а оттуда в Италию по всей видимости все таки китайская технология перегонки спирта оказалась на ближнем востоке а потом она попала в Европу ну про компас урах и книгопечатание я уже сказал то же самое это было время распространения медицинских идей самая мощная арабская медицина ее идеи попали в Китай также распространялись астрономические идеи картографии составление словарей и многое многое другое и все это было как раз вот в 13-14 веке и наконец мы должны сказать еще о том собственно как и почему эта мировая система 13-14 века погибла было два важнейших фактора этого первый это так называемый закон Ибн Хальдуна согласно которому перепроизводство элиты в силу полигамии в геометрической прогрессии приводило тому что в общем-то эти государства в конечном счете многие из этих государств погибли от гражданской войны здесь вот вы видите эту информацию так сказать уже просчитанную сколько поколений ханов сколько так сказать поколений элиты и как правило где-то на уровне третьего четвертого поколения начинался кризис который в общем-то приводил к коллапсу но была еще одна причина причина которую первым подметил выдающийся американский историк Вильям Мак Нил он еще в 76 году написал замечательную книгу «Чума и народы» но вот понадобился достаточно длительный период времени почти в полвека чтобы так сказать ковид дошел и до нашей страны и тогда эта книга заинтересовала переводчиков и издателей одна из глав посвящена гибели монгольского мира и вообще всего средневекового мира и в общем-то Мак Нил прекрасно показал что вместе с товарами и людьми перемещались болезни и микробы сложившаяся система мировой торговли в то время привела к тому что очаг чумы 1331 года очень быстро по меркам того времени за 17 лет распространился до Европы ну и искав он так сказать постепенно оказался в Европе это привело в конечном счете как к серьезному кризису в европейском мире так и в общем-то оказало влияние на гибель в общем-то других крупных центров тогдашней мировой макроэкономической системы и в конечном счете к распаду так называемой средневековой мирсистемы 13-14 века вот собственно история 13 века является для нас своего рода печальным предостережением что мы должны быть очень осторожны в общем-то в условиях глобализации подобных крупных так сказать сетей обмена и коммуникации которые возникают потому что все это чревато серьезными последствиями спасибо у меня коллеги все спасибо